Наследственный договор Соглашение, подписанное между наследодателем и потенциальным получателем имущества Особенности сделки Собственность переходит во владение получателя после смерти текущего владельца В отличие от завещания В содержании соглашения предусмотрены дополнительные условия приобретения наследства Возможность составления наследственного договора Была добавлена в Гражданский кодекс Российской Федерации 1 июня 2019 года Что представляет собой наследственный договор и зачем он нужен Говорим мы сегодня на эту тему с нотариусом города Самара Ириной Николаевной Богатыревой Здравствуйте Добрый вечер 202-11-22 Именно по этим телефонам мы принимаем вопросы ваши, уважаемые телезрители Разумеется, конечно, вы можете задавать и по наследству, и по завещанию, и по брачному договору Если вдруг нужно составить доверенность, вы не знаете, как это сделать То наша программа вам в помощь Вы можете дозвониться к нам по телефону в студии 202-11-22 И моей уважаемой гость Ирины Николаевны Богатыревой Вы можете задать вопросы Ну а мы разбираем сегодня наследственный договор Ирина Николаевна, расскажите, пожалуйста, вообще кому в первую очередь подходит наследственный договор Давайте начнем немножко с другого У нас ранее, мы все так говорили, у нас есть два основания для наследования Это завещание и по закону наследования Теперь у нас появилось третье основание Это наследование по наследственному договору Наследственный договор могут заключить любой наследодатель со своим наследником То есть он, в принципе, для всех Это не закрытая форма какого-либо договора Только было бы желание его заключить, и все Ну то есть это разновидность? Что это за документы? Наследственный договор Это одно из оснований наследования То есть это соглашение, которое заключается между наследником потенциальным Который обязуется что-либо сделать по такому договору, если такие условия указаны Для наследодателя Такой договор вступает в силу, соответственно, в случае открытия наследства То есть он заключается Если мы в завещании, допустим, указываем просто, что мы завещаем какое-либо имущество Какому лицу, без указания каких-либо действий совершить То в данном договоре предусматривается что? Что наследник может какие-либо действия, может, либо обязан совершить в пользу наследодателя То есть приведите, пожалуйста, Ирина Николаевна, конкретный пример какой-то Конечно, мы можем, допустим, сравнить завещание и наследственный договор Да, они в чем-то похожи, потому что они все заключаются на случай открытия наследства В распоряжении, соответственно, наследственного имущества Но если по завещанию мы указываем просто какой-либо объект И пишем, кому мы его завещаем То по наследственному договору мы можем какие-либо обязанности возложить на наследника Кому причитается, соответственно, имущество Да, то есть здесь можно заложить, допустим, условия, как у нас есть по договору ориенты Допустим, мы указываем на наследственном договоре о том, что договор заключается с таким-то наследником И на него возлагается, допустим, там обязанность Продоставить либо проживание в какой-либо квартире кому-либо третьему лицу Либо наследодателю самому Либо, допустим, оказание какой-либо помощи материальной Либо просмотреть, допустим, уход и в чем он выражается То есть элементы, как по договору ренты То есть не только если по договору ренты у нас сразу платежик ренты становится владельцем То в данной ситуации наследник не становится, естественно, владельцем данного имущества Он получится только в случае открытия наследства Поэтому сам договор по своим условиям, он хорош Его можно заключить в пользу третьего лица То есть так же, как мы говорим при завещании Когда говорим о завещательном отказе Когда возлагаем на кого-либо обязанность по содержанию третьего лица Либо что-либо совершить в пользу третьего лица Так же можно подсмотреть в наследственном договоре Какие-либо действия совершить, допустим, в пользу третьего лица То есть такое здесь тоже есть То есть условия того же завещания, которое мы раньше с вами обсуждали Но что здесь необходимо отметить Договор, естественно, двухсторонний Он может быть многосторонний Но сторона одна наследодателя обязательно Вторая, соответственно, у нас наследник Данный договор, он подписан, скажем так, он действует Но вступает в силу он, естественно, когда открывается наследство То есть даже если по этому договору, естественно, предметом договора является квартира Передача квартир То наследник не становится собственником сразу этого имущества А только в случае открытия наследства и оформления, естественно, наследства Квартира переходит к нему Что здесь необходимо еще рассказать по наследственным договорам Наследственный договор отменяет ранее составленное совместное завещание, если оно было Если заключается договор между супругами Наследственный договор, он тоже может быть заключен между супругами То он прекращает свое действие в случае прекращения расторжения брака То есть он становится недействительным Но есть, конечно, и в данном договоре минусы Какие минусы можно отметить? Допустим, в договоре предусмотрели выполнение каких-либо обязанностей, уход, материальная помощь, но наследодатель может в любое время данный договор расторгнуть. Расторжение договора происходит в той же форме, что и сам наследственный договор. Он обращается в материальную контору, нотариус обязан сообщить в течение двух дней наследникам о том, что данный договор расторгнут. Но в отличие от договора ренты, наследодатель, который получил какие-либо денежные вознаграждения, денежные средства, обязан возместить наследнику все те финансовые потери, которые он понес в связи с этим договором. То есть в данной ситуации, если разторжение происходит, то необходимо вернуть все, что на вас было потрачено. Поэтому такой договор существует, но он не так еще пока востребован, возможно, о нем мало знают. Ну и, конечно, пугает то, что наследателям можно такой договор расторгнуть в любое время. Это, конечно, одно из оснований, которое настораживает сразу потенциальных наследников. Мы сейчас продолжим обсуждать тему заявленную. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и ждем вопросов ваших. По телефону в студии 202-11-22 дозванивайтесь. И я еще раз анонсирую, что вы можете задать абсолютно любой вопрос, но, конечно, если он касается нотариальных действий. Дозванивайтесь 202-11-22. Ирина Николаевна, скажите, пожалуйста, ну вот наследственный договор, наследство понятно. Договор от слова договариваться. Если наступает наследство, и человек, которому, собственно, по этому договору переходит имущество, не выполняет свои обязательства. Человека нет. Проверить и проконтролировать он уже не может. Отменить, соответственно, не может тоже. Как быть? Ну, в данной ситуации необходимо же читать условия договора, что было написано в договоре. Если есть какой-либо исполнитель, скажем, как есть исполнитель завещания, тоже так же можно начать исполнителей и по наследственному договору, который может следить за исполнением условий договора. Потом есть, кстати, интересованные родственники, которые, скажем так, видят, что договор не исполнялся. Соответственно, в данной ситуации будет спор, который решается только в суде. Только в судебном порядке. Хорошо. Ну, необходимо, что еще ответить, что договор, конечно, так как это договор, это соглашение между сторонами, он, естественно, может быть расторгнут и по соглашению, по обоюдному соглашению сторон. Ну, мало ли какие происходят ситуации. То есть можно расторгнуть договор по обоюдному согласию. Вот такой вопрос. А что будет, если наследник умирает раньше наследодателя? Если наследник умирает раньше, договор прекращает свое действие, так как у нас уже нет второй стороны, поэтому в данной ситуации, скажем так, договор прекращает свое действие, и все. Но в данном случае можно что посоветовать, когда вставляется договор, так же, как и завещание. Мы всегда говорим при завещании про подназначение наследника. Когда завещают одному лицу, в случае его смерти, значит, можно указать другого на случай смерти. То же самое наследственное договор о容я. Можно тоже так же указать под назначение наследника. То есть предусмотреть, что в случае, если не будет такого-то гражданина, значит, переходите к такому-такому. То есть это возможно подосмотреть, естественно, на того человека ложатся в исполнение всех обязанностей, которые были по договору. Спасибо. А у нас есть звонок от телезрителей. Мы вас приветствуем. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос. Говорите, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос, пожалуйста. У меня такой вопрос. Смогу ли я расслабить договор о регии властей? Договор о дарении, если он у вас был уже исполнен, право зарегистрировано, переход права прошел в регистрацию, то расторгнуть вы его можете только в судебном порядке, если есть для этого какие-либо основания. А так порядка добровольного расторжения данный договор как бы не предусматривает. То есть либо если есть спор, то в судебном порядке, либо если договорились, то та страна может вам вернуть данный объект также договором о дарении. Спасибо. Ну и вообще, прежде чем составлять, да, вот такие документы, вы нотариусу всегда предупреждаете, что нужно взвесить это решение и всегда подумать, потому что договор дарения такой спорный документ, да, Ирина Николаевна? Он не то, что спорный договор, документ. Он документы хорошие, но необходимо понимать, что подписав договор дарения, вы безвозмездно передаете все права на этот объект, который дарите. И если подарили, то, естественно, возврата никакого не будет. И данный договор, он никаких условий не содержит, ни по проживанию, ни по каким-либо там условиям. Подарили, как вы пришли на день рождения, книжечку подарили и ушли. Примерно то же самое. Подарили объект, договор подписали, регистрация перехода права произошла, а дальше вы живете, скажем так, в квартире, которая вам не принадлежит. То есть вот здесь, опять же, как альтернатива, наследственный договор, либо завещание, либо наследственный договор на будущее, там, да, либо договориенты, как некоторые хотят. Вот, по наследственному договору можно что еще добавить? Ирина Николаевна, давайте примем звонок и потом обязательно добавим. Слушаем вас, Соло, здравствуйте. Говорите, ваш вопрос. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Может ли наследственное дело быть закрыто до истечения полугода? Что вы подразумеваете по словам закрыто? Ну вот его открыли, да, после смерти. Ну, открыли, да. Запросили документы. Да. То есть нотариус обязан выжидать полгода, чтобы потом, так сказать, все эти точки расставить? Ну, нотариус не выжидает полгода. Нотариус в течение этого полугода по, скажем так, поручению наследников делает необходимые запросы. То есть, если, допустим, вы обратились к нотариусу, нотариус, естественно, дело открыл, вы предоставили список, там, там, имущества, которые есть у вашего наследодателя, либо какие-либо документы представили, нотариус запрашивает дополнительные документы. То есть, если вы потеряли какие-либо документы, он пытается их восстановить при возможности, если нотариус, скажем так, имеет такую возможность, он запрашивает эти документы. Если право было зарегистрировано, то он может получить копию документов. Вот. И по истечению, естественно, полугода, и при наличии всех документов, которые требуются от вас предоставить, какие нотариус запросил и получил сам, то, соответственно, там, либо вам выдается свидетельство о праве наследства, если есть это имущество, либо вам говорят, что, извините, наследственного имущества никакого нет, ищем дальше сами. Вот. Наследственное дело, оно закрывается в том случае, если бы выданы все свидетельства о праве наследства по истечении 6 месяцев, либо через 3 года, если никто из наследников не обращался за получением наследственного имущества. Но закрывается, это не значит, что оно закрыли, про него забыли. Оно есть, оно существует, оно просто лежит в архиве, и если наследники обращаются, допустим, через 3 года, через 5, через 10, то наследственное дело возобновляется, по нему делаются необходимые запросы, и также выдается свидетельство о праве наследства. Спасибо большое. Мы продолжаем прямой эфир 202.11.22. Дозванивайтесь, уважаемые телезрители, вопросы задавайте. Ну, а также периодически появляется телефонный сайт Нотариальной палаты Самарской области, где в рабочее время консультанты непременно проконсультируют вас по всем вопросам, поэтому возьмите также себе на карандаш телефоны и сайт Нотариальной палаты Самарской области. Ну, а мы продолжаем наш прямой эфир и продолжаем принимать вопросы ваши, а говорим мы сегодня о наследственном договоре. Ирина Николаевна, скажите, пожалуйста, кто может быть сторонами наследственного договора? Это не обязательно родственники? Нет, конечно. Здесь применяются все правила, которые у нас есть для завещания. То есть, как мы говорим по завещанию, то у нас кто делает завещание? Он наследодатель, да, то есть тот, который желает оставить какое-либо имущество. Соответственно, здесь одна сторона у нас с вами наследодатель, вторая потенциальный наследник. Он может быть как из числа родственников, так и совершенно посторонний человек. Это может быть Российская Федерация, это может быть муниципальное образование. То есть это тот субъект, который является субъектом по гражданскому праву. Поэтому вторая сторона, не обязательно это родственник по закону. То есть там любой гражданин может, кого выберет наследник. Ирина Николаевна, когда составляется завещание, есть еще и такой пункт, это обязательная доля. Вот в наследственном договоре. Я как раз хотела по этому поводу сказать, да, здесь тоже есть право на обязательную долю. Оно также предусматривается. Причем независимо от того, допустим, когда договор заключается, возможно, таких наследников еще нет. Но мы же не знаем, когда откроется наследство. Поэтому в любом случае право на обязательную долю оно соблюдается. Независимо от того, что это обычное завещание, совместное завещание, либо наследственный договор, право на обязательную долю оно существует. Оно обязательно есть и применяется, выделяется обязательная доля, так же как и по завещанию. Что можно еще отметить? Когда мы говорим про завещание, когда завещание составляется на один и тот же объект, допустим, несколько завещаний, то мы всегда говорим, что действительно какое завещание составлено последним. В данной ситуации наоборот. Если наследодатель составил завещание на один и тот же объект с разными людьми, то действительно будет не последний наследственный договор, а первый, который он заключил. Вот в этом тоже как бы отличается от завещания. Ну и при наследственном договоре, как и при совместном завещании, проводится видеофиксация. То есть только в том случае, если наследодатель говорит, что мы не желаем проводить видеофиксацию, тогда оно не проводится. А так по закону предусмотрено видеофиксацию, как при совместном завещании, если я не говорила в прошлый раз, так и при наследственном договоре. Спасибо. Есть звонок. Слушаем вас очень внимательно. Здравствуйте. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Здравствуйте. Я хочу вас спросить на чём завещания. У меня один знакомый, я его давно знаю. Ему 83 года. Он был женат. Жена 85 лет. Она умерла в январе 2020 года. И он ничего не знал, что у него на эту квартиру, на его, где он живёт, у него трёхкомнатная квартира, да. Все померли, родственники, на кого он получал эту трёхкомнатную, остались они вдвоём. Вот он, да, муж, ему 83 года, и жена 85 лет. Так вот, жена умерла в январе 2020 года. И он знать не знал, что у него обременённое, как говорится, как, ну, на квартиру обремя, да, то, что жена его составила завещание на совершенно постороннего человека. А жена у него была, она инвалид. У него инвалидность была. Вот. И вот чё теперь делать? Вот он, короче, сдал все документы нотариусу. И уже чуть ли не год держит эти документы. Они ему не дают никакой результат. А ему 83 года. Мы подняли. Теперь Толя, вот теперь завещание в Толе, да, и теперь к нему чё, кому нахуй сделают. Я поняла ваш вопрос. Значит, для того, чтобы сделать завещание по закону, не требуется согласие каких-либо родственников, в том числе супруга. Поэтому его супруга могла сделать завещание и не ставить его об этом в известность. То есть это её личное дело. Только на свою долю, Ирина Николаевна. Естественно, только на свою долю. Но и вот так как он, естественно, далеко уже пенсионер, он имеет право на обязательную долю. И если он действительно наследник, только один, таких наследников нет, то обязательную долю составляет половину от того, что полагалось по закону. То есть он имеет право на одну-вторую долю квартиры. Квартиры. То есть это его доля, никуда она не делась, никому она завещена. Но здесь необходимо, во-первых, мы с вами не знаем, какой документ был на квартиру. Поэтому я имела в виду одна-вторая доля от того, что полагалось бы по наследству. Там же разные могут быть варианты. Если, допустим, эта квартира была приватизирована ими в долях, то, соответственно, у него одна-вторая доля, это его так и так она есть. Соответственно, в наследство входит только одна-вторая доля. Тогда обязательная доля будет рассчитываться от той доли, что полагалось бы его жене. То есть от одной-второй. Поэтому там доля ему всё равно положена обязательно. Я, к сожалению, сейчас вам не могу и вычтут, я не знаю, какие-то документы в основании лежат. Но если он документы все сдал, то и шесть месяцев прошло, то, естественно, он может получить свидетельство о праве наследства. Если какие-то вопросы есть по получению, и ему причину не указывают, почему выдают, пожалуйста, есть в нотариальной палате, звоните, узнавайте у специалиста в нотариальной палате. Прозвучала фраза, что год нотариусу не отдают документы. Такое вообще возможно? Возможно в том случае, если не хватает каких-либо документов. То есть, допустим, если... То есть нотариус не может выбить свидетельство о праве наследства? Да, если не хватает каких-либо документов, там, допустим, нет документов на квартиру, то есть никаких-либо справок не хватает. Но если человек не обращается, если он сидит дома и ждет, почему мне ничего не выдают? То есть, допустим, если он документы сдал, значит, необходимо что сделать? Позвонить в материальную контору, сказать, у меня наследственное дело заведено, я готов получить свидетельство о праве наследства, 6 месяцев уже прошло. Ему назначат время, когда подойти и получить свидетельство о праве наследства. Вот интересный, кстати, вопрос. Если, опять же, скажем так, не реагирует на его звонок, тогда только, пожалуйста, телефон материальной палаты есть. Я не думаю, что не реагирует, Елена Николаевна, да, но просто здесь вот важный очень акцент, надо, наверное, отметить, что нотариус сам не обзванивает никого. Нет, конечно. Не приглашает, не говорит о том, что ваше свидетельство готово самому, как-то нужно, да, проявить инициативу. В данной ситуации, конечно, когда нотариус заводит наследственное дело, наследственное дело присваивается номер. Всегда говорят, пожалуйста, все звонки, когда вы консультируетесь, называете номер дела, обращайтесь, звоните, отвечают на вопросы на все, скажем так, и записывают, соответственно, получение свидетельства о праве наследства. Если документы сдать, сидеть дома, ждать, то, естественно, никто обзванить просто так не будет. Если, тем более, что человек пожилой, ну, кому-то можно, да, попросить, доверить и все узнать. В чем мы вам желаем удачи? Есть еще звонок? Здравствуйте, слушаю вас. Это я опять же к вам звоню. Да, ничего, ничего. Да, пожалуйста. Здравствуйте, пожалуйста, вот я вот слушала вас, и у меня возник вопрос, да, что у вас, вот у него квартира кооперативная, куплена в 86-м году, вот, и, короче, вот это кооперативная квартира, а вот она написала запрещание, не знаю на кого, и теперь получится, что эти документы он сдал еще в начале, как она умела. Мы поняли? Мы вас... То есть в чем разница кооперативная квартира, да? Есть квартира кооперативная, она приобретена, она приобретена, соответственно, в этой квартире есть его одна-вторая доля, как супруга. Значит, в состав наследства входит только одна-вторая доля, и уже от нее будут рассчитываться обязательные доли. Естественно, значит, квартира будет в долях, у него будет большая доля, а у наследника, который, скажем так, по завещанию, у него там будет другая доля на эту квартиру. Ирина Николаевна, если предположить развитие дальше, ход событий, человек, который получил долю по завещанию, он же вправе продать свою долю, да, обменять, подарить и так далее? Ну, здесь необходимо, он вправе продать. Но, опять же, вы надо подходить из чего? Какая это квартира? Есть ли возможность там обособить то помещение, которое ты продаешь? Если это квартира однокомнатная, ты не будешь продавать какой-то угол, правильно? Трифть прозвучала, да, в трех комнатах? Если, скажем так, эта доля будет в какой-либо комнате, скажем так, совпадать с какой-то комнатой, то такой человек может обратиться, в принципе, в суд, определить порядок пользования данной комнаты, там, допустим, и, естественно, свою долю может продавать. Но, если он будет продавать, то, опять же, он сначала должен известить второго совладельца о том, что намерен продать комнату, и только потом уже может продавать другому лицу. Ясно. Спасибо большое. Продолжаем наш разговор, да, Ирина? Да, возвращаюсь еще к завещанию о том, что, говорит, составил незнакомое лицо. Ведь дело в том, что я обращаю внимание, что завещание можно составить на любое лицо, не говоря никому о том, на кого ты составил завещание. Мы же не знаем ее отношения. Возможно, ей помогали, возможно, там, какие-то денежные средства за это получал. Вот, поэтому он не ставил в известность своего супруга. Но здесь, обращаю внимание еще раз, что для составления завещания не требуется согласия каких-либо родственников, ни супруг в том числе. То есть человек изъявляет свою волю посредством завещания? Это его воля, он выражает свою волю так, как он считает нужным. Хорошо. Ирина Николаевна, вот вы в предыдущем ответе сказали наследственный договор, совместное завещание и просто завещание. То есть это вот три вида документа, посредством которых можно передать свое имущество. Вот есть ли какой-то приоритет в каком виде из документов? Вот все-таки отдавать предпочтение. Ведь можно запутаться? В данной ситуации я вам только обращаю ваше внимание, что наследственный договор, допустим, если ранее было составлено совместное завещание, потом составлено наследственный договор, то он отменяет совместное завещание. Если составлено совместное завещание, а потом составлено просто обычное завещание на этот же объект, то обычное завещание отменит совместное завещание. Поэтому какого-то приоритета, какого-либо здесь нет, здесь просто каждый выбирает для себя совместное завещание, завещание только супругов. Правильно? Вот касаясь этой ситуации, тоже мы с вами услышали. Пришли супруги бы вместе, настали бы завещание, все бы расписали. Ведь можно было, допустим, та же женщина могла составить завещание на вот этого незнакомого человека, но указать, чтобы предоставить право проживать в этой квартире до конца дней супругу. И никаких бы проблем таких не возникало. Тогда бы доля отошла бы ей сразу, но ее супруга бы спокойно проживала в этой квартире до конца дней. Вот вам, пожалуйста, и было бы совместное завещание, и каждый бы знал о том, что написано в завещании. Никаких неприятных сюрпризов уже потом не было. Потом приоритеты я здесь никому, никакому документу отдать не могу. У каждого есть свои плюсы, есть свои минусы. Просто единственное, у нас, как я говорю, три основания. Закон, завещание и наследственный договор. Спасибо. Есть звонок. Слушаем вас очень внимательно. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, вот двухкомнатная квартира, 5 восьмых принадлежит недееспособному человеку в моей заловке. Она проживает со мной 20 лет. И 3 восьмых, у меня дочь была в наследстве после дедушки. Она погибает у меня. В это наследство вошла я, 3 восьмых, и внучка моя, ее дочь. Вот скажите, если... Я понимаю, что после заловки у нее детей нету, родителей нету, никого нет. Братья все умерли. Племянник вот другого брата моего мужа входит в наследство. Он, если откажется вот от наследства, от ее доли, если, не дай бог, что с ней случится, пусть она живет. Это... Я могу найти наследство или внучка моя? Нет, он не может... Спасибо. В вашу пользу он не может отказаться, потому что вы не являетесь наследником по закону. Вот он может отказаться только в пользу наследника по закону. Но, к сожалению, здесь внучка... Кто в данном случае здесь наследник по закону? В данной ситуации у нас пока вот этот... Как раз ее получается, наверное, племянник, если он ребенок ее брата. То есть наследник по закону это племянник. Он может отказаться только в следующую пользу, в следующую очередь. Но не в пользу только, опять же, внучки, которые косвят у этой женщины. Там смотреть нужно, кто следующий будет у нас. То есть вот в данном случае что бы посоветовали? Прийти, проконсультироваться с документами? Прийти с документами, проконсультироваться, да, например, к нотариусу, рассказать ситуацию, как бы, и получить ответ. То есть отказаться он может, но наследника в пользу следующей очереди. Но, возможно, у него есть еще братья и сестры у этого же племянника. Ну, сказали, что нет, но в любом случае здесь просто нужны документы. В конце концов он может вступить в наследство, а потом уже передать своим родственникам и другим. Так тоже можно сделать. Ирина Николаевна, расскажите, пожалуйста, про наследственный договор. Возможно ли внесение правок? Ну, вот как завещание, можно же несколько раз изменять? Нет, вы имеете в виду изменить наследственные договоры? Потому что вы правки, что такое правки? Ну, изменить, конечно, условия. Если изменить, нет, давайте мы начнем с того. Если, скажем так, необходимо внести изменения в этот договор между теми же сторонами, и если, скажем так, они договорились, да, то есть не изменяя сторон, они могут внести изменения в данный договор по обоюдному согласию. Если вы говорите о том, что заключить договор с кем-то другим, это уже другая ситуация. Это другой договор. А так, да, дело в том, что все уже меняется, меняется, скажем так, даже доход у граждан. Правильно, меняются какие-либо потребности. Посмотрели одно, в итоге родилось что-то другое. Поэтому по обоюдному согласию в период жизни наследателя и наследника можно внести изменения в договор. Есть звонок, Ирина Николаевна. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я с мужчиной живу 22 года. Мы не расписаны. У нас совместных детей нет. У нас как-то, вот если мы сейчас распишемся, мой ребенок, который неродной ему, сможет иметь какое-то наследство после его? Значит, в данной ситуации ваш ребенок не является наследником и не будет являться наследником. Если вы заключите брак, вступите в брак с ним, то наследниками после вашего мужа и при отсутствии завещания будете являться вы и его дети, а других браков, если они есть. Если детей нет, а наследницей будете вы одна. А ваш сын может только в том случае быть наследником, если будет написано завещание в его пользу. Но для этого брак вступать не обязательно. Он может завещание сделать в любое время и без заключения брака с вами. Поэтому просто поговорите, что желает ваш мужчина. Спасибо. Ирина Николаевна, вот все-таки, тем не менее, настаивая на этом вопросе, вот когда все-таки лучше? Я, конечно, понимаю, что все семьи разные и условия у всех совершенно разные. Но вот все-таки есть ли какое-то универсальное правило, когда лучше составить наследственный договор, а когда все-таки написать завещание? Такого правила нет. Просто обращаю внимание, что совместное завещание, допустим, я про совместное говорю, не про обычное. Что наследственный договор – это для тех людей, которые добросовестно доверяют друг другу, и которые знают, что их не обманут потом. Как мы говорили про совместное завещание. Мы сегодня написали с мужем завещание, а он завтра пошел и отменил его. Поэтому в данной ситуации только для тех, кто, естественно, полностью доверяет друг другу. Ну а про обычное завещание – это личное дело каждого гражданина, это сугубо личное дело. Единственное, только обращаю внимание, что не так часто это делают, о чем я говорила, про то же подозначение наследника, либо возложение обязанностей по содержанию, по представлению проживания, чтобы не было таких ситуаций в квартире. Про это надо спрашивать, просто спрашивать, обязательно объяснять. Тем более иногда мы всегда говорим, что для составления завещания, в принципе, не требуется представление документов. Но мы всегда просим, принесите, пожалуйста, документы, покажите. Для чего? Для того, чтобы правильно определить размер доли, которая входит в завещание. Чтобы определить, есть ли там супружеская доля, потому что про нее вообще все забывают. Если квартиры нам нет, то, значит, считают, что супруга там нет. Когда начинают объяснять, что, вы знаете, в этой квартире есть еще доля супруга, то, естественно, все, многие удивляются. Поэтому всегда просим документы, пожалуйста, предоставить, для того, чтобы вам правильно объяснить. Ну и больше спрашивать самим, когда такой документ составляют. Ирина Николаевна, а вот все-таки последний вопрос, время заканчивается. Вот год подходит к концу все-таки. Ведете ли у нотариуса такую статистику? Вот в этом году больше или меньше было составлено тех же наследственных договоров, тех же завещаний? Я не могу говорить о всех нотариусах, но совместных завещаний, допустим, у меня в этом году было больше, чем в том году. Договор наследственный нет, больше не стало. А совместных завещаний, их немного пока, их немного, но они есть. Но они есть? Да, но стало чуть больше. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория права». В этом году мы не увидимся, но продолжим, я надеюсь, работу в году следующем. Спасибо большое всем нотариусам, которые принимали участие в программе. Говорю от своего лица, от лица редакции. Ну и спасибо большое, Ирина Николаевна, вам за, как всегда, компетентные ответы. Всего хорошего. До свидания. До свидания.